всем привет сегодня в видео я раскрашиваю на камеру в раскраске буль де пуаль и немного рассуждаю на тему подложки в раскрасках антистресса для чего она нужна и чем ее можно делать и чем конкретно мне она помогает в первую очередь хочу сказать что в этой раскраске я раскрашиваю для подложки акварельными карандашами альберт дюрер от faber castle и музей от фирмы карандаш и потом после подложки дорабатываю карандашами пабло от фирмы карандаш и так о чем я сегодня хотела с вами поболтать это о подложке подложка для чего нужна чем я делаю и в принципе основные три момента которые я хочу сказать это подложка как цветовая схема для картинки во вторых это экономия времени и в третьих это экономия материалов ну давайте начнем с первого это цветовая схема для картинки с помощью подложки я намечаю цветовую схему для своей картинки то есть сочетание цветов какая у меня будет примерно палитра примерно потому что все меняется в процессе раскрашивания и таким образом я могу уже собрать в своей голове картинку воедино и представить ее более подробно когда уже сделала подложку мне это помогает когда картинка не очень реалистичная когда я нашла очень мало референсов для нее потому что когда я нахожу много референсов мне в принципе проще отталкиваться уже от референсов я начинаю с чего-то более понятного и уже дальше собираю всю картинку по кусочкам как пазл вот а если не очень понятно с самого начала что будет происходить на картинке то конечно подложка тут очень выручает таким образом подложка помогает видеть картинку целиком они отдельные ее части чем можно делать подложку но здесь вот вы можете как раз видеть процесс размытия акварельных карандашей и подложка акварельными карандашами это очень удобно почему потому что акварельные карандаши можно нанести довольно таки точечно тонко они очень быстро размываются и довольно быстро высыхают ну по крайней мере по сравнению с акварелью вот так же акварель как подложка но тут есть конечно нюансы с бумагой выдерживает бумага или нет если бумага тонкая то она скорее выдержит акварельные карандаши чем акварель к сожалению вот так же в качестве подложки можно использовать чернильные карандаши derwent intents также можно использовать пастель но для этого нужно будет закрепить фиксативом для того чтобы она дальше вам не мешала раскрашивать и не сыпалась с картинки также можно использовать акрил можно использовать гуашь акрил конечно нужно использовать матовый потому что по глянцевому к сожалению карандаши сверху не лягут если вам нужно дорабатывать а когда мы говорим о подложке то предполагается что ее мы будем дорабатывать вот то есть подложка это некий черновик для нас о чем о втором я хотела сказать это экономия времени все мы знаем что бывает фактурная бумага которую очень долго и муторно покрывать карандашами так чтобы не оставалось проплешен и как раз таки для экономии времени на множество нанесение множество слоев мы и используем подложку она позволяет нам иметь уже перед доработкой какой-то цветной слой и уже намного быстрее дальше работать по нему карандашами вот потому что проплешен не видно фактура бумаги уже немного сглажена и таким образом мы тратим меньше времени на картинку и третье что я хотела сказать о подложке это экономия материалов подложка позволяет сэкономить грифель простого ну точнее цветного карандаша при доработке потому что если наносить карандаш на белую бумагу то для того чтобы иметь яркий слой без текстуры понадобится несколько слоев скорее всего а если карандаш довольно жирный то очень сильно на него давить если у вас есть призмы и вы ими раскрашивали по какой-то фактурной бумаге вы представляете что такое когда карандаши тают на глазах ну вот как раз таки подложка позволяет немного сэкономить такие мягкие карандаши вот а если карандаши более твердые например фабер кассу полихромосы их и так не приходится часто точить если вы работаете легкими слоями но если у вас уже есть подложка то и их надо будет использовать поменьше и соответственно и до 4 карандаши будут экономнее использоваться с подложкой в принципе любым материалом вот и кстати еще от материала подложки зависит и дальнейшая фактурная фактура бумаги потому что некоторые подложки немного сглаживают фактуру а некоторые подложки немного как раз таки ее шуршают вот если у вас очень гладкая бумага вам нужна не такая гладкая чуть-чуть по фактуре не то в принципе в качестве подложки даже может использоваться обычная вода то есть вы смачиваете воду вы смачиваете лист водой и после высыхания лист гладкий уже приобретает более шершавую текстуру единственное вам нужно действовать аккуратно потому что если бумага очень очень тонкая то конечно она может сильно повредиться при покрытии водой и даже если вы аккуратно все делаете там могут образоваться какие-то заломы вот поэтому аккуратнее протестируйте не лейте много воды и таким образом для дальнейшего уже работы карандашами у вас будет поле шершавая бумага более подходящая для нанесения нескольких слоев а не одного на видео вы сейчас можете наблюдать активацию акварельных карандашей водой здесь вы можете использовать как обычную кисть с водой так и кисть с резервуаром тут зависит скорее от того к чему вы привыкли далее после того как уже все высохнет потому что если вы по не высохшему слою будете дорабатывать то вы можете очень сильно повредить бумагу потому что пока она мокрая она очень такая подвижная и в принципе даже ее можно порвать когда все высохло дальше может уже можно дорабатывать дорабатывать можно как и акварельными карандашами без размытия тут как вам удобнее либо цветными карандашами не акварельными в моем случае это пабло фирмы карандаш они мне очень нравятся при работе на подложке как маркерной так и акварельной или акварельными карандашами потому что они очень тонко наносится у них очень такая приятная текстура и они растушевываются прямо в дымку и как раз таки они позволяют очень быстро скрыть какие-то проплешины неровности потому что как вы видели акварельные карандаши я наношу очень небрежно что кстати экономит также время я наношу небрежно потому что размываются они практически в ноль а если что-то не размылось я по этому поводу не переживаю и дорабатываю просто сверху карандашами тоже относятся к маркерам не всегда получается сделать ровный градиент или ровную заливку но я предпочитаю не тратить дальше маркеры на это если не получается а оставить как есть и после высыхания уже сглаживать градиенты или заливки с помощью доработки карандашами вот это очень удобно так как не тратится много времени на градиент карандашами вот а только требуется некая корректировка ну что ж я надеюсь это видео было вам интересно и может даже в чем-то полезно в комментариях под видео рассказывайте используете вы подложку или нет какой у вас любимый материал для подложки а также какими карандашами вы больше всего любите дорабатывать подложку на этом все спасибо за внимание всем пока